Сегодня обещанное видео по уходу за моими волосами Мои любимые продукты Раньше каждую весну, зимы, после лета, осенью я отрезала волосы на 10 см Потому что они очень сильно портились Как я избежала этой процедуры, расскажу Как я справилась с тем, что у меня волосы практически не выпадают Очень большой объем, густые Особенно как выставить волосы после родов И как ухаживать за волосами после 30-35 лет Потому что молодые волосы у девушек гораздо проще за ними ухаживать Чем старше становится, тем сложнее отрастить И вы наверняка замечали, что женщин к 40 с длинными волосами встретишь очень редко Потому что это действительно титанический труд Также какие маски я применяю, чтобы получить максимальный эффект Какая моя любимая краска Окрашивание волос для меня очень щепетильная тема Потому что мой цвет был от угольно-черного с челкой под Клеопатру Заканчивая гидроперидной блондинкой Перепробовала красное дерево То есть все-все оттенки, которые можно всю палитру Конечно же я убила свои волосы И пришлось мне восстанавливать их очень сильно Особенно после того, как я была блондинкой То есть 4 года я отращивала волосы в свой цвет Но, вы знаете, я заметила такой парадокс Что я думала, что если я не буду красить волосы И буду отращивать свою длину То волосы будут лучше Но я ошиблась хотя бы раз в полгода Тем, кто отращивает волосы, хотят свою длину Все-таки нужно это делать Потому что, когда я попробовала и нанесла Ну, правильную краску выбрала То волосы, вот эти вот чешуйки, они закрылись Они стали насыщенными, более такими плотными, структурными Поддающимися больше укладки Окрашивание волос летом я делаю каждый месяц Зимой стараюсь раз в два месяца А сейчас у меня оттенок краски 6.7 лесной орех На мои волосы нужно 2-2,5 пачки Чтобы хорошо прокрасить Но так как у меня амбре Я прокрашиваю вот где-то до такой точки А дальше смываю, делаю смывку И они протягиваются Раньше я еще брала краску для более светлых оттенков Сейчас достаточно этих Ну и мне очень хочется попробовать краску 5.25 Оттеночек такой вот Один из самых продаваемых в Oriflame И чуть-чуть попозже попробую Что касается красок Я в них стала настоящим экспертом Перепробовав все марки, которые только представлены И в магазинах, и непосредственно в салонах красоты Краски очень портят волосы И не только краска Но и если парикмахер сделал неправильную вам процентовку То можно испортить волосы на 3 года То есть пока вот эта часть отрастет до кончиков То есть будет порядка 3 лет Поэтому если вы хотите отрастить шикарные густые волосы Здесь нужно максимально поберечь волосы И по поводу окрашивания 10 раз подумать И выбрать правильную краску Я сейчас внеописуемых восторге Потому что я нашла именно ту краску Которая не травмирует волосы Которая смотрится хорошо Она ухаживает за волосами Здесь идет смарт-система Краска, которая подстраивается под структуру волоса И она прокрашивает те участки, которые нужно Закрывая чешуйки Здесь масло, семени, льна Которые ухаживают за волосами И цвет становится однородным Очень часто при окрашивании краски полося То есть не все прокрашивают такими пятнами То есть это у меня пройденный этап был Эта краска изумительная И вы также можете в гугле отзывы По краске Арифлейм посмотреть Кроме того, мне нравится то, что здесь натуральная палитра оттенков Сейчас модно именно натуральный Без всяких отливов Русый, темно-русый Натуральные оттенки волос Она для меня краска идеальная И позволила мне действительно срастить Вот эту вот блондинку и волосы Ну, сейчас у меня состояние волос Такое, какое не было, мне кажется, никогда Наверное, лет 18 Какое я добилась при помощи правильного ухода Процедура мытья волос Одним и тем же шампунем Можно получить обратный эффект И сделать волосы в два раза шикарнее И действительно получить настоящий эффект Это происходит от того, что женщины не знают Как правильно мыть волосы И правильно подбирать шампуни Согласитесь, когда мы окрашиваем волосы У нас на кончиках жирные волосы И здесь у нас сухие То есть структура волос разная Так же, как у нас идет разный уход За кожей лица и за кожей вокруг глаз Здесь более тонкая кожа Здесь другая на теле, совершенно другая текстура Так же у нас и уход за волосами идет Волосы нужно мыть два раза Первый раз нужно мыть именно жирные волосы Особенно если они у вас отросли Например, прошел месяц после окрашивания То кожа очень жирная И волосы очень сильно грязнятся И когда мы моем волосы И мы стараемся прикорневую зону промыть шампунем Именно для жирных волос Который максимально промоет ваши волосы Оставшуюся часть мы моем шампунем Либо это для окрашенных волос Либо для сухих волос Либо это для блеска волос То есть мы делаем здесь максимальный эффект Но если, конечно, вы только покрасились То в принципе, так как здесь у вас еще не жирные волосы Они не отросшие То вы можете использовать в этот момент полностью Шампунь для серии для окрашенных волос Еще момент Ваш шампунь будет неэффективен Если у вас предварительно Вы не проводите хотя бы раз в месяц Раз в два месяца скрабирование кожи головы Что это такое? Вы берете, рассыпаете, допустим, три столовых ложки соли Добавляете ваш любой кондиционер Перемешиваете Такая получается густая масса Немножечко водички посмотрите Разбавьте Такое состояние каши И наносите только на корни Хорошо промассировали Старайтесь в это время, чтобы ваши волосы Ни в коем случае соль не попадала Иначе они будут пересушены Испортите Предварительно можно смазывать волосы любым маслом для волос Либо оливковым маслом в это время Это максимально их закроет волосы И сделает эффект классный И очень хорошо промассирует тегул Потом смываете И дальше у вас идет обычная процедура Луковицы у вас откроются Максимально туда попадут питательные вещества Может быть вы какие-то делаете маски для волос Укрепите так волосы Если вы это не делаете То с месяцами Может быть у кого-то с годами Накапливается толстый слой жира Прогоркалого жира Испорченного масла Ваши поры закупориваются Волосы плохо растут Выпадают В общем происходит вот такая вот проблема А потом говорят еще Ой, ваши шампуни не работают Одна из моих любимых серий Это серия для окрашенных волос Поэтому если давно покрасила Сначала для жирных волос Потом этот шампунь Далее наносится бальзам Также бальзам мы наносим Примерно на отросшую часть волос Вот примерно вот отсюда То есть год и более волосам То есть вот эта часть нуждается Здесь не нужно Иначе ваши волосы будут больше жирниться И после того, как мы помыли волосы Высушили Мы наносим вот такой вот Несмываемый бальзам Для меня это палочка-выручалочка Как правило в апреле Я всегда врезала волос на 10 сантиметров На 7 Я не знаю, что со мной случалось Волосы вот прямо в раз Навелись вот такими какими-то Скукоженными Торчащими Просто кошмар Мне кажется, это проходило буквально За один-за два дня Что происходило, я не знаю Последний раз я стриглась в январе Сейчас уже сентябрь И я не подрезала волосы И как я добилась того, чтобы их не подрезать Это, наверное, больше всего заслуга Вот этого средства Которое наносится после мытья волос Я испытала его в особенности Восстановила волосы тогда, когда сходила в аквапарк После этого в аквапарке зашла В хамам То есть мало того, что хлорка в воде Потом еще хамам Я вышла оттуда Волосы у меня Они вот настолько Я чуть ли не плакала Потому что мое состояние Я думаю, ну все, сантиметров 10 точно нужно Обрезать Я себя ругала, зачем я туда пошла Но после того, как я несколько раз Именно вот этим средством Хорошо прям Несла как маску На волосы Они восстановились Причем до этого я пробовала Оливковое масло Масло в виноградной косточке Ничего Оно впитывало Но они все равно такие же скукожные были Я не знаю То ли здесь То есть в тот момент Волосам требовался не жир А именно максимально увлажнить Чтобы клеточки Чтобы все Максимально восстановились волосы Также волосы я восстанавливала После нашего черного моря Средиземного моря Которое еще более соленое Волосы также становились Очень послушными и сухими И после моря я хорошо смывала волосы Просто водой И наносила хорошо именно на кончики Так волосы становились мягкими и послушными Также когда я еду в отпуск Моими любимками становится Шампунь-кондиционер Из серии молоко и мед Это мини-версия Мини-наборчик Стоящий из пяти средств Молоко и меда в уменьшенном виде У меня были бутылочки большие Я их уже сюда залила И выкинула Поэтому скоро куплю большие бутылочки Буду сюда заливать Кроме того Очень удобно Когда вы идете на фитнес Там можно помыть голову У меня есть вот такая вот Серия против выпадения волос Ее оценило очень много людей Очень много отзывов Как мужчин так и женщин Что реально стали Гущие волосы Перестали выпадать Мужчины очень быстро тоже отметили Что эффект есть Для меня она не была столь эффективна Потому что у меня это и нет проблемы Но я ее периодически пользуюсь Шампунь мне не совсем подошел Но как я понимаю Чтобы получать эффект Я его использую как первый шампунь После этого я использую второй шампунь Для окрашивания волос У меня осталось его чуть-чуть Дальше здесь идет спрей Спрей для того чтобы придать объем волосам Им я пользуюсь тоже крайне редко Скорее всего даже когда накручу волосы Для того чтобы просто пересушенные волосы смочить А потом накрутить на бегуди Кстати вот эту укладку я делала при помощи Вот таких вот бегудешек И укладка есть в предыдущем видео Я скину ссылку в конце видео внизу Вот Средство которое мне больше всего понравилось И больше всего использовала Это вот такой спрей Который нужно наносить по идее ежедневно Можно вечером Когда вы в прикорневую зону поднимаете И спрыскиваете То есть здесь идет достаточно Большая струна И большая зона распыления Поэтому не надо пропшикивать всю голову Нужно только буквально в четырех частях И как можно с дальнего расстояния сбрызнуть И эффект действительно есть Когда вы моете голову Неважно каким шампунем Хотя бы один раз в неделю Делайте массаж Как вы делаете? Наносите любой ваш обычный шампунь И начинаете массировать Причем нужно массировать Дотронулись до головы И вот так вот сдвигать Не расчесывать, раздирать волосы Травмировать Может быть даже и рвать волосы Потому что они более хрупкие Вы дотрагиваетесь И начинаете массировать вашу кожу головы Тем самым делайте приток крови Усиливайте рост волос Ну конечно в идеале При каждом мытье Вы используете вот такую вот щеточку Также я пользуюсь вот таким средством Для стекущихся кончиков Периодически их мажу Но после того, как я начала правильно ухаживать За волосами Практически волосы перестали сечься Маски разделяются на три типа Первый, который вы делаете самостоятельно В домашних условиях Маски каждодневного такого применения Мосмаркет, скажем И маски салонные По поводу салонного ухода Не пересердствуйте с ним Почему? Потому что средства предназначены для салона Они Это то же самое, как ресторан для вас Если вы будете каждый день постоянно питаться в ресторане Обычная еда вам кажется банальной, невкусной Но И так же происходит Вы получаете максимальный эффект Если вы будете такими сильными средствами пользоваться постоянно То обычные средства будут вам не действовать И вы потом начнете получать обратный эффект У вас, вашим волосам будет халява Они расслабятся Они не будут восстанавливаться То есть защитная функция восстановления волос не будет работать Вы сами убьете это Потом будете спрашивать Ну что же мне еще попробовать И будете гоняться за более дорогими салонными процедурами Я люблю делать и сама В основном это идет оливковое И добавляются любые виды масел Я наношу на отросшую часть волос Также моими любимками являются две маски Это серия молоко и мед, о которой я говорила И серия для сухих волос Ну вот реально, реально просто вот божественные волосы Как после очень дорогой салонной процедуры Как будто это другие волосы Они шелковистые, мягкие Они прям плотные по текстуре Такие вот шикарные Но масками тоже нужно пользоваться правильно И как их увеличить эффект два раза Это когда вы помыли волосы Вы максимально их убрали воду Влагу убрали И после этого толстым слоем нанесли на отросшую часть волос маску Кондиционер мы наносим как можно тонким слоем Маску как можно толстым слоем Если вы переусердствуете, получите обратный эффект Маска должна лежать с плотным слоем Как можно больше, толще Чтобы для волос создался парниковый эффект Как только мы нанесли маску Мы берем наши полотенца И как можно в горячей воде И в воде, практически в кипятке Как только позволяют вам кран Смачиваем И после этого оборачиваем наши волосы Делаем тюрбанчик И сидим сколько нам время позволяет 10-15 минут Пока полотенце не остынет Так маска будет работать в два раза больше Поры откроются И волосы получат максимум витаминов Два средства, которые очень важны Но пользуюсь я ими крайне редко Потому что берегу свои волосы Во-первых, это спрей термозащита Она нужна, когда я использую щипцы Либо плойку Сделаю такой же эффект Когда я не успеваю накрутить на бигуди А мне на мероприятии срочно нужно подправить волосы Термозащита очень хорошо работает Также есть вот такая крем термозащита Изредка То есть вот этого средства появилось позже Раньше я использовала вот это средство Но и когда мне надо куда-то поехать В командировке, в поездке Я это средство отливаю в маленький пузыречек И использую Забыла вам рассказать Про палочку-вращалочку Про сухой шампунь Потрясающее средство Как для волос, так и для очистки Ваших шубок, меховых шапок На шубу 1-2 баллончика уходят, кстати Как делается? На большом расстоянии вы наносите спрей И чуть-чуть немножко подождите И потом делается массажными движениями Массаж для вашей головы И так спрей впитает необходимый жир Где-то можно на один день продлить состояние волос Пользуюсь редко, но всегда у меня под рукой Мои любимки это мини-версия лака для волос С пятой степени сверхсильной фиксации Они у меня для командировок, для поездок В среднем один флакончик на одно мероприятие На неделю поездки в какую-то страну уходит Поэтому я запасаюсь, чтобы они у меня всегда были Далее две пенки, два лака для волос Пенка, которая делает локоны, подкручивает волосы Фиксирует их И пенка, которая делает объем То есть в принципе можно часть делать прикорневую зону объемом Часть, с которой вы накручиваете волосы вот этой пенкой В принципе достаточно объемные крупные локоны Объемные получается с этой пенкой То есть они у меня две Так же как и у меня два лака для волос Первый это волос для придания объема Он хорошо подходит для прикорневой зоны Чтобы действительно был такой вот эффект густых волос Это пятерка, более сильная фиксация Она подходит более для создания упругих локонов И чтобы как можно дольше держался вот этот эффект Но с ним они более твердые локоны становятся Ну и наверное самое главное В уходе за волосами важно питание Питание, делать чтобы был правильный рацион Белки, углеводы Все это контролировать Достаточное количество витаминов Честно говоря, я не знаю, не рассчитываю никакие калории Ни количество белков, углеводов, что нужно есть У меня есть вот такие средства, которые я принимаю Наверное с 2009 года Это шейк-коктейль О нем наверняка вы уже слышали Витамины, комплексы витаминов И не нужно задумываться, что у вас не хватает в организме И два раза в год по четыре упаковки Я принимаю внутрикомплекс для ногтей и волос И кстати акция идет Если сразу одновременно покупаются четыре упаковки Четвертая идет бесплатно Реально они дают эффект И я максимально волосы восстановила после родов Также слушаю, кто по моим рекомендациям брал Они настолько в восторге Действительно волосы перестают выпадать И они ускоряют свой рост То есть становится шикарно И еще одно средство станет наверняка моей любимкой Это масло органы и розы Я попробую только пробник Продукты выйдут в следующем каталоге Я наверняка сниму отзыв Но пробую их Вот пробника мне хватило на два раза Волосы ну настолько божественные Великолепные, классные, шикарные Ну в принципе это весь уход Мои любимые продукты Которые, благодаря которым Состояние моих волос за последние Вот за последний год За последние годы Стало лучшим Лучше даже чем лет Ну когда мне было 20 лет Это пожалуй все Это мои любимки Которые я использую ежедневно Если видео было вам полезным Очень прошу напишите комментарий Поставьте лайк Это мотивирует меня снимать новое видео Пока-пока Чао Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok